я сейчас нахожусь на венецианских островах расскажу более подробно что и где здесь находится здесь в принципе есть также дома которые находятся с видом на воду со своим причалом и есть также которые находятся внутри острова иногда бывает люди удивляются как там такой старый дом может стоить 4-5 миллионов здесь шлагбаум на въезде в этот солнце кайланд в эти острова тоже приватные острова не очень спокойно и тихие здесь в плане продуктов просто огромнейший выбор от этого здесь точно можно не переживать 41 улица кстати она считается как такая здесь еврейская община вот здесь лук-а-ли это пиццерия одна кстати из самых кустых планами так что имейте ввиду сюда нужно обязательно зайти то вела на венецианских островах сейчас все покажу изнутри стоимость 18 миллионов 750 тысяч долларов ребята всем привет из майами в очередной раз я сейчас нахожусь на венецианских островах и приехал я сюда встретиться с артуром он скоро подъедет и мы прогуляемся я вам сниму венецианский мы точнее снимем вам венецианские острова покажем все расскажу более подробно что и где здесь находится надеюсь вам понравится смотрите комментируйте и наслаждайтесь конечно на данный момент я сейчас нахожусь на локации сан вене шан айланд это венецианские острова они находятся на три острова которые находятся на промежутке между майами и моя и бич это здесь проходит мне не сильно я бы так сказал проезжая дорога которая ведет моя и бич и что я говорил то что венецианские острова они чем хороши по расположению во первых очень рядом с моя и бич с майами моя и бич здесь можно прогуляться пешком буквально наверно 15 минут и вы будете в зоне моя и бич там где резиденция жилая зона она более спокойная не туристическая там находятся хорошие рестораны кафе есть фреш-маркет это супермаркет птицы меня перебивают периодически так вот а есть супермаркеты там есть несколько студий йоги есть фитнес-студии принципе все для того чтобы хорошо отдыхать здесь в самой зоне вот этих венецианских островов все супер приватно очень тихо и спокойно хороши тем что можно гулять пешком можно на велосипеде кататься здесь сами дома находятся на воде и некоторые дома они с видом получается на соседние острова некоторые дома не уже с видом на открытую воду как это говорится я сейчас пойду дальше и проедусь до вот этого сансит-харбора жилой части майами бич так сказать более спокойно не туристической и там уже вам более более детально покажу что там есть оттуда мы поедем уже по другим локациям так как в майами большинство моих клиентов клиентов которые становятся будущим друзьями они приобретают объекты это их не первые объекты недвижимости и они их приобретают и от всех я слышу комментарии такие что сначала покупая где-то там в испании на кипре или в турции люди покупают так как это близко расположена до крышка говорящим странам но прилетая туда 2 3 4 раз им становится скучно и потом когда люди побывав уже здесь майами они так сказать увидят совсем совсем другой город совсем другую атмосферу здесь город 6 миллионов население общее и здесь проходят просто мирового уровня мероприятия выставки я хочу фестивали вины и еда но множество разных мероприятий о которых я также могу рассказывать и рассказывать сейчас я поеду дальше и буду вам показывать район артур у меня самый час мы едем в сторону вот этого жилого так сказать района моей бич солнце дхарм солнце дхарбор здесь такая очень тихая спокойная дорога повсюду вода слева и справа это вот как раз таки находятся виллы которые с выходом на воду здесь дорожки зеленым зеленым выделено это велодорожки по которым можно передвигаться по всему городу моей бич слева находится стендарт это отель он был обновлен и в нем находится хороший спа также есть ресторан на воде и как бич сервис пляжный сервис если у вас допустим будет желание там можно делать клубную карту и пользоваться полностью всеми услугами которые предоставляются здесь находится парк парк с детской площадкой отсюда кстати красиво смотреть закаты в этом зале всегда находится очень много таких лодочек в которых кстати люди живут здесь марина рядом где можно парковать свою яхту очень многие люди владеют яхтами в принципе владея домом с причалом это очень удобно так как если допустим у вас даже не будет своей яхты если к примеру вы не любитель да то друзья я думаю явно к вам будут приплывать в гости к примеру и друзья забирать вас и проводить там день на воде в целом майами сезон самый сезон считается когда погода самая комфортная так сказать не не сильно жарко это с начала декабря с начала декабря и то до мая примерно такое это считается как сезон самый туристический так как везде холодно в майами их вот как раз таки хорошая атмосфера и здесь проходят все мероприятия которые я уже перечислял они краски в это время здесь причал здесь жилой комплекс через него пройду и выйду на на рестораны на кафе покажу вам несколько мест той стороны моста мы получается вот это находится моя бич с той стороны моста через мост с той стороны залива точнее находится уже сам майами я краски живу вот в одном из тех небоскребов которые находятся там если видно их камере я надеюсь что будет видно это более такая как бы можно сказать так желая на это часть майами именно это не моя бич а это именно уже майами и там в основном люди живут те которые здесь на на постоянной основе мы сейчас получается я вам покажу вот эта часть потом проедем в sunset sunset айланд это острова с видом на закат если можно так перевести их и после этого поедем уже дальше немного в середину моя бич там уже будет немного отдаленные несколько вариантов которые мы также прокатимся я вам расскажу именно уже про ту часть мы сейчас вот находясь в этом sunset harbor районе он между островами венецианскими и между островами sunset айланд которые находятся вот буквально в той левой части вот за теми домами сзади это уже находится sunset айланд здесь в этой плази получается здесь несколько блоков находятся как я сказал уже рестораны здесь кафе есть студии йога студии фитнес студии есть есть также помимо этого фреш-маркет 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 это супермаркет который с акцентом на как на здоровую на органике еду здесь сеть есть такая фреш-маркет одна сесть другая сеть whole foods whole foods она также находится здесь майами бич и еще один достраивается джо называется трейдер джо магазин тоже по америке это такая считается хорошая сеть хороших продуктов вот это три магазина которые в принципе все находятся здесь в близости от этого от этих так сказать островов это магазин алкогольный некоторые рестораны здесь работают с обеда с утра некоторые только на ужин открыты марселонета это такой испанский бар бар и также здесь есть еда они закрыты они открываются только уже на на ужин вот здесь лук али это пиццерия да кстати из самых пустых поняли так что имейте ввиду сюда нужно обязательно зайти свет 440 это студия вот что я говорил фитнес здесь мексиканский ресторан следующий и ла модерна это итальянский ресторанчик очень кстати хороший там выпечка была трулов называется пекарня там свежий хлеб поставят хлеб и выпечку готовят также есть в этом районе мойка автомойка там кофешоп в той стороне кофешоп называется пантер кофе у них несколько локаций четыре или пять локаций по майами они свое кофе сами обжаривают очень вкусно дёрд вот этот это полностью веганское место абсолютно не мясо не рыбы здесь студия green monkey это это студия йоги их тоже парочку студии майами они относительно здесь известны вот она на втором этаже и у них там свое помещение также находится там фиш-бар рыбный бар стил твиль называется хорошего очень местечко она в той стороне еще несколько ресторанов я не буду наверно вам каждый ресторан показывает в общем чтобы так сказать слишком не растягивать но в общем хочу сказать здесь большой выбор именно вот в этой зоне не говоря уже в общем принципе о о всем майами моя бич потому что в принципе я прекрасно понимаю почему почему люди приобретают здесь недвижимость потому что но красивую так сказать хорошую недвижимость можно купить во многих точках мира это факт да и где-то это будет даже дешевле чем майами это сто процентов но вы как бы покупаете не только недвижимость а то что вокруг вместе с этой всей недвижимостью вы получаете и у меня есть клиенты которые есть кстати клиенты которые приезжают сюда не то что там возвращается до каждый год у меня есть клиент который допустим за последний год он здесь был 10 раз потому что ему очень нравится майами он сюда приезжает на бывает даже на недельку прилетает он так сказать разряжается он занимается гсм в россии у них производства трейдинг относительно крупная компания и сюда он прилетает он удаленно может вести свой бизнес сюда он прилетает так сказать отвлечься от всех реалий а вот это вот как раз таки фреш-маркет магазин про который я вам говорил а давайте она немного зайду покажу здесь полностью есть принципе на протяжении всего года весь ассортимент фруктов ягод в майами кстати очень большой выбор в плане еды так как здесь все идет с америки все идет с европы с азии и с латинской америки здесь в плане продуктов просто огромнейший выбор насчет этого насчет этого здесь точно можно не переживать сейчас пойду найду артура к делу или он меня найдет и поедем дальше покажу вам уже сами острова солнце таиланд который здесь буквально опять же там нескольких минутах даже на меньше больше двух минутах в одной и мы будем уже на этих солнце таиланд после этого проедем уже в сторону туда глубже в моя имбич район еще он достраивается строит некоторые здесь перестраивают точнее просто иногда бывает полностью здесь нельзя сносить здание они оставляют тут несущую конструкцию вот здесь в принципе это все полностью новая построена сами вот эти все retail зона 9 не более буквально двух этажей 2-3 этажа 2 даже выше нельзя строить как здесь ограничения и чем хорошо в общем да в америке но и в частности майами то что здесь здесь очень строго с этим вот допустим в этом районе где я сейчас до нахожусь здесь вот такое все двухэтажное где на островах до этого были там только частные дома и они определенной высотности и ничего нельзя построить если там частные дома и такой высотности там не то что нельзя допустим квартира кита строит там нельзя не дома выше строить Там нельзя не коммерцию какую-то открывать Вот в Америке В Америке это конечно очень хорошо Что в этом плане все строго соблюдается Полицейская станция Там Видите, несколько машин полиции стоит Сейчас мы выезжаем из Санцет Харбора И поворачиваем И поворачиваем На Санцет Айланд Это тролли Это местные автобусы Локальные Они бесплатные Там написано фрирайд Они не между всем Майами А только между какими-то Или определенными районами Или внутри одного района Приехал на презентацию дома Частного дома Вилла на Шумных Вертолеты Самолеты Так вот приехал на презентацию Это вилла на Венецианских островах Сейчас все покажу изнутри Стоимость 18 миллионов 750 тысяч долларов Новый дом 2018 года Пройдем внутрь Размер дома 730 квадратных метров Он в два этажа Находится на Как я уже сказал В Венецианском заливе Первый этаж Высоченный Потолки 4 метра Слева у нас Кэти Машет рукой Артур по машину Рукой Передай привет Здесь идет парный сервис С этой стороны дома Это получается Как мэйт Для персонала Часть дома Здесь стиральные машинки Сушки Выход в гараж Здесь сервисная комната Для прислуги Кухня Техника Саб-Зира Здесь в Штатах Это самая лучшая техника Саб-Зира Холодильники И Также плиты Вулф Скорее всего Сейчас посмотрим Да Как я и сказал Техника Вулф Здесь в Штатах Считается лучшая техника Стекло полностью Здесь сделано Противоураганное Немного ветрено Сегодня кстати И открывается Вот такой Шикарнейший вид В той стороне Майами бич В той стороне 41 улица И с этой стороны Майами Здесь он ничем Не блокируется Со своим причалом А вот так Это выглядит Со стороны воды Красота Идет полностью С мебелью Мебель артефакта Это здесь Один из лучших Производителей Бразильская компания Они на рынке Уже Не один десяток лет Одна спальня Здесь На первом этаже С видом На заднюю часть Дома Банна И гардероб Сейчас пройду на второй этаж Покажу Что там На втором этаже Пять спален Мастер спальни Это так называется Главное Так сказать Полностью отделан Из камней Лучшего дерева С видом на воду Здесь Три спальни Две из которых Детские И одна из них Это детские Гостевые Одна из них Это мастер Которая Основная спальня И вторая Детская спальня Шикарнейшие виды С каждой спальней Еще одна спальня Номер 4 Она без мебели Вот эти двери Они все идут Как sliding doors Она полностью сдвигается Получается До одной части Туда И здесь Открыто Полностью Пространство А с этой стороны Мастер спальни Которую я вам покажу Это основная Порядка 30 квадратных метров Пойдет 30-35 С отдельно Стоящей ванной С шикарнейшим видом На залив Двери Двери конечно Огромнейшие Они называются King and Queen Король и королева А вот мастер Мастер спальня На втором этаже Высота потолков Получается Почти 3,5 метра Она идет Я с фитов Перевожу Сейчас приоткрою Эти двери И здесь Такой потрясающий Широкий балкон Где-то Порядка 2 метров Он идет в глубину И с вот таким Открывающимся видом Сегодня я сказал Уже ветрено немного Обычно здесь У нас спокойная погода В это время года Гриль Бассейн И вид Да Что бесценно На окна потратили Полтора миллиона долларов Здесь Чтобы полностью Остеклить все здание Специальные окна Они тут С очень широкими пролетами А здесь Идет класс Гардеробная И с этой стороны Еще Сейчас вам покажу Одну стуль Здесь получается Второй этаж Сюда Она выходит На С видом На заднюю часть Дома И также На гараж И здесь Последний Спайл На ногу Спайл Гардеробная Эти все Спайл Они без мебели Стоят Вот и конец Моего тура Ну что вы думаете Понравилось Здесь шлагбаум На въезде В этот В Санцет Айленд В эти острова Тоже Приватные острова Они очень Спокойные Тихие И как я уже говорил Они в супер близости Так сказать Ко всему Экшену Ко всему происходящему Спасибо Спасибо very much Здесь получается Вот мы переехали Мост Буквально сразу Из этого Санцет Харбора Вот Санцет Харбор Переехали Вот этот мост С шлагбаумом И вот уже Эти Санцет Санцет Айлендс Здесь в принципе Есть также Дома Которые находятся С видом На воду Со своим Причалом И есть также Которые находятся Внутри острова Здесь такой Старенький домик Здесь есть Некоторые дома Которые Вот это тоже Кстати На продажу Некоторые дома Вот такого формата Они старые Этот еще не сильно Старый Но есть дома Которым Которым может быть Там 50 60 70 лет И они По прежнему Так сказать Стоят И продаются И очень часто Ну не очень часто А чаще А чаще всего Там вот именно В старых дома Вся ценность Именно в земле Иногда бывает Люди удивляются Как там Такой старый дом Может стоить 4-5 миллионов Но там В принципе Когда продается Он Сама ценность Именно в земле Вот здесь Строят Какой-то новый дом Он получается На воде Находится Здесь все Тихо Спокойно Машина Вообще Минимально ездит Безопасно В плане Если дети гулять Что здесь Что на Венецианских На островах Супер безопасно В плане В плане Если семьи Как бы дети Будут на улице Гулять А сейчас Мы проедем И я Я вам покажу Именно те уже Дома Которые отдаленно Находятся В глубине Майами Все цветет Весна Хотя В Майами Помогу Всегда Все цветет Но все же Сейчас Вот мы были Получается Вот здесь И поедем Вот сюда В эту часть Она более Такая Отдаленная Я бы сказал И Там нету В пешей доступности Там нету Ни магазинов Ни ресторанов Ни каких-либо Кофешопов Если куда-то Выбираться Там нужно Садиться Только на машину Ну или вызывать Допустим Убер Такси И так далее Банк Велсфарго Находится Кстати Если Если захотите Открывать Здесь банковский Счет Я не знаю Может он у вас И есть уже То здесь Это можно делать По приезду Просто с Туристической Визой При этом Переводя Сюда Переводя Сюда Средства Вам не нужно Доказывать Ни происхождение Ничего Вы просто С любого Своего счета Переводите На На ваш счет Здесь Также По покупке Хочу сразу Сказать Что Когда Заключается Сделка И идет Процесс Покупки То То деньги Переводятся Не на Не на Счет Владельца А они Переводятся На Эскроу Счет Компанию Адвокатов Которая Представляет Вас И Буду показывать Вам проезжие Еще дома И Когда Переводятся Деньги Там Абсолютно Не обязательно Чтобы Это было С вашего Счета Или С счета Именно Вашей Компании Здесь Здесь Все Равно Здесь Это Так сказать Очень Очень Лояльно К этому Относятся И Есть Такое Правило Здесь Что Если Если Деньги Пришли Сюда На Вот Эскроу Счет Без Разницы Откуда С любой Страны С любого Счета Здесь Считается Что Значит Эти Деньги Уже Были Проверены И Их Тот Банк Который Их Выпускал Так сказать Уже Проверил И Выпустил Поэтому Ну Имейте Ввиду Что Здесь В этом Плане Очень Очень Комфортно Я вам Скажу Дом Переделывают Если Успели Там Увидеть Переделывают Да В испанском Стиле Домик Очень Старый Ему На Лет 50 Плюс Минус Было И Здесь Очень Часто Очень Часто Есть Нельзя Полностью Сносить Дома Нельзя Полностью Сносить Так как Это Историческое Наследие Иногда Бывают Если Допустим Это Отель Какой-то Коммерческий То Там Нужно Оставлять Лицевую Сторону Или Часть Лицевой Стороны Если Это Частные Дома То Очень Часто Бывает Что Их Абсолютно Нельзя Сносить Если Они Старые Старые Так как Это Историческое Наследие Единственное Можно Вычищать Все Изнутри И меняют Полностью Канализацию Меняют Полностью Окна И так Далее Вот Тоже Дом Какой-то Старый Сейчас Мы Находимся Вот Здесь Промежутки Получается Между Сансет Островами И Между Вот Этим Куда Мы Едем Здесь Находится Гольф Поле Флорида Считается Столицей Так Сказать Гольфа Так Как Опять Повторяюсь Да Здесь Погода В течение Года Очень Комфортно Поэтому Для Для Гольфистов Это Это Очень Подходящее 41 Улица Здесь Несколько Так Сказать Таких Основных Улиц Одна Из них 41 Параллельно Которая Есть Перпендикулярно Это Коллинз И 41 Она Соединяет Коллинз И Бискейн Коллинз И Бискейн Это Две Таких Основных Улицы В Майами Точнее Правильнее Сказать Коллинз Это Основная Улица В Майами Бискейн Это Основная Улица В Майами Майами Бискейн И Следующие После него Городки Такие Как Белл Харбор Серв Сайт Сани Это Все Отдельные Районы Это Как бы Считается Все Частью Одного Большого Майами Но В то же Время Это Отдельные Города Со Своим Мэром Со Своим Муниципалитетом Полиция И так Далее И Коллинз Идет По Этим Городкам Которые Рядом С Океаном Бискейн Идет По Материку Где Находится Именно Майами Еще Волсфарго Банк Который Мы Проезжали Они Здесь Одни Из Самых Больших Так Сказать 41 Улица Кстати Она считается Как Такая Здесь Еврейская Община Здесь Майами Очень Сильная Большая Еврейская Община И 41 Улица Это Одно Из Мест Где Синагоги Есть Где Очень Большая Комьюнити Школы Вот Здесь Школа Мы Проезжаем 3-этажный Домик Тоже Старый Ему Лет 50 Где-то Сейчас Я выйду Вам Покажу Дом Которому Подъехали Вот Мы Подъехали К дому Это Как Говорится Здесь New Construction Абсолютно Новый Дом Недавно Построенный Так Он Выглядит Снаружи Вот Это Вот Именно Та Часть Майами Которая Находится Немного Вглубь И Она Тоже Хорошая Часть Города Но Здесь Более Так Сказать Она Отдалена И Как Я Говорил Если Куда То Заходить И Выходить Это Нужно Обязательно Иметь Машину Так Как Пешком Ничего Здесь Нет Ребята Покупайте Виллу На Венецианских Островах И Мини Зоопарк Вам В подарок Смотрите Ой Убежала Сейчас Я вам покажу Ай Блин Убежал Хотел Вам Показать Вон Видите Вон Побежали Я надеюсь Это Видно В камеру Эти Как их Называют Зеленые Такие Игуаны Ребята Я надеюсь Вам Понравился Тур По Венецианским Островам И Вы Насладились Этой Картинкой Которой Я Наслаждаюсь В принципе Каждый Раз Когда Сам Здесь Бываю Если Какие Вопросы Комментарии Пишите Пожалуйста Внизу Подписывайтесь Тоже Внизу Ставьте Колокольчик Тоже Внизу В общем Спасибо За просмотр Ребят И до Следующих Выпусков Чао